Это самая продуктивная порода в мире, выведена в Соединённые Штаты и сегодня она разводится на всех континентах. Но, скажем так, трудно ей приходится в тропиках, наверное, на северах, а во всём остальном умеренном климатическом плане территория. Везде есть галшинская порода, наивысшая его дои. Крупное животное, сверхремонтный молотняк, бычки дают прекрасное мясо на отформе, выращивание отформе. Так что и в том плане, и в том плане это прекрасная порода. Сегодня эта порода не только в чистоте разводится, но и помогает другим породам молочникам в повышении продуктивности. Там используются быки, чёрно-пёстрые, красно-пёстрые, и я об этом не люблю. Наибольший выною этой породы свыше 10 тысяч имеет Израиль и жирность 3,5-3,6%. В США и Канаде и продуктивность несколько ниже. Но у нас, скажем так, Ленинградская область уже имеет целую по области надой более 10 тысяч килограммов. Ленинградская область – один из самых мощных регионов по производству молоток. А теперь перейдём к конкретным коровам. Как я и говорил, на середину круга приглашается вывезти корову Ленда из племзавода Борыбина, Московская область. Наш постоянный участник в выставке. Вот на середину круга выводят, поднимают руку. Это будет Ленда. Она по первому отделу дала 8,5 тонн молока, жирностью 4,5%. Вот такая вот машина по производству молока. Первая лактация – 8,5 тонн молока. Видите, какое выбор в неё характерный экстерьер молочной породы. Трудного готовства. Спасибо. Племзавод «Бойма» – тоже Московская область. У нас много здесь Московской области, Ленинградская, Владимирская, Рязанская и так далее. «Бойма» показывает нам корову по кличке «Война». Война. Первая лактация – 9,6 тонн молока. Жирность 4%. Ну, вы видите, какие крупные животные, ровная спина, комолы – большинство. Редкое, значит, что имеют рога. Это очень удобно в технологии содержания и так далее. Спасибо. СПК имени Ленина. Московская область показывает нам забавность. Во-первых, лактации – 7,9 тонн молока. Остальные двигаются, не стоят, не стоят, двигаются не спеша, идут, идут, идут себе. Забавка, спасибо. Акционерное общество «Шихобалово» Владимирская область участвует в высковке «Частое». Показывает нам корову «Матильда». По первой лактации – 8,1 тонн. 646 килограммов ее живой вес. 4% жирность, 34% белок. Ленинградская область нам представляет из племзавона Петровский, победителя конкурса «Белые ночи», который они ежегодно проводят, корову-наседку. Она по третьей лактации, покажите наседку, обратите внимание, по третьей лактации надой – 13 153 килограмма, жирность 3,9. 13 153 тонн молока за лактацию. Спасибо. Рязанская область, общество «Рассвет» показывает нам корову «Ночка». Неполная лактация первая – 10 тысяч уже есть 924 килограмма. Вот такая продуктивность назову коровы по кричке «Ночка». 6,7 – жирность, 3% белок – 655 килограмма. Вот редко так получается, что случайно собравшие группу, у всех долов. Они очень похожи друг на друга, выровняты, по габаритам, по надою, по всем-всем показателям, по приспособленности к машинному доению, по всем, по поводу отдачи и так далее. Очень удачная группа, они как родные сёстры. Ну и последний мы демонстрируем, на круг выводим, из акционерного общества «Реноградская» Московская область. Это хозяйство ежегодно участвует. Покажите, руку поднимите. Руку не поднимали. Крова Синди. Покажите Синди. Её надуи – самый высокий из всех участников выставки. 13 тысяч 594 килограмма. Ну, грубо так скажем, 12,6 тонны молока, жирностью 4,5. Это она вообще уникальная корова. Спасибо всем галшнинам, их гуманчикам, руководителям, специалистам хозяйств. Давайте поаплодируем им, поблагодарим и пожелаем мужественных успехов в работе. Спасибо, уходим. Галшнины уходят потихоньку. Ольга и Мяклова. Ольга и Мяклова. Ольга и Мяклова. Спасибо.